Чем дышат жители Тимиртау? В последнее время люди заметили, что количество выбросов в атмосферу увеличилось, а здоровье многих горожан ухудшилось. Тимиртауцы собирают подписи к петиции с требованием проверить промышленные предприятия города. Вот такой черный снег и сиреневый смог для Тимиртау уже далеко не редкость. Жители в последнее время всерьез обеспокоены ухудшением экологической ситуации в городе. Люди хотят знать о количестве выбросов и намерены добиться проверки предприятия Арселор Миттл Тимиртау. Жительница Тимиртау Антонина Качуева – молодая мама. И сейчас она в декрете. Здоровье детей превыше всего. Однако быть здоровым в таком городе невозможно, считает девушка. Пока есть время, она намерена решать проблему. Антонина составила петицию и за три дня собрала более 600 подписей. В петиции жители обращаются к руководству города Тимиртау с просьбой провести независимую масштабную проверку состояния очистного оборудования на промышленных предприятиях города. А после проверки ознакомить население с результатами через средства массовой информации. Я не знаю, я не эксперт, я не эколог. То есть я не знаю, насколько выбросы, которые есть в нашем городе, они соответствуют нормам. Именно для этого мы решили данную петицию собрать, чтобы просто как-то привлечь наше государство, управление нашего города к этой ситуации. Чтобы разобрались, дали какую-то объективную оценку тому, чем мы дышим. Конечно же, нас не устраивает наша экологическая ситуация в городе. Надо не писать жалобы или нет. Жалобы никак на это. Петежками не погулять, снег грязный, не выйти, ничего. Никто за это невозможно. Вообще никто за это не сможет. Газа едешь, люди приезжают с Петропавловска, с Качтава, родственники. Посмотрим, как здесь живете, посмотрите. Хватаются за голову, скоро вызывают, давление мерят. Ну куда это? Тимиртау – город промышленный. И добиться экологического благополучия крайне сложно. Но то, что происходит в последнее время, вызывает у горожан опасения. Валерий Шелковников около 20 лет проработал на заботе. И знает, какой урон здоровью наносит предприятие. Особенно последние месяц-два выбросы такие, что машину просто невозможно отмыть даже. Мало того, что мы этим всем дышим, даже чисто просто материальная сторона. Мне всегда, каждый раз приходится после того, чтобы я просыпаюсь утром, я встаю в мою машину, она у меня полностью черная, мне ее надо гнать на мойку. Я, как бы, свои деньги затрачу, но это не самое главное. Самое главное – здоровье наших детей, именно наших детей. Мы уже, как бы, люди-то взрослые, уже немножко пожили. А вот дети наши по какой причине и страдают, и по какой причине наше руководство города так относится к экологической ситуации в городе, хотя они также сами проживают в этом городе вместе с нами, наравне ездим мы все по этим улицам и все дышим одним воздухом. Практически каждое утро и вечер на улицах города можно почувствовать крайне неприятный химический запах. На машинах и подоконных сливах постоянно накапливается черная пыль смоленистого вида, рассказывают жители. Мы гипертоники, сердечники, дядя Жора у меня, дядька, болеет вообще от этого. Не переносит вот эту побоку. Машину помоешь, вот такая стружка, выходишь обтерять, вот такие царапины, приходится полировать машину. Все, да невозможно уже, видите, волосы даже и топа вылазили. Антонина Кочуева не ожидала, что соберет более 600 подписей. Тимиртауцам надоело молчать, и они намерены бороться за экологию. Вместе с нашей съемочной группой Антонина и Валерий приехали в Акимат города Тимиртау. Заместитель Акима города рассказал, чем они смогут помочь жителям. С многочисленными жалобами и обращениями в соседей на блог Акима города Тимиртау мы подготовили письмо, уже направили в департамент экологии Караганинской области и заместителю Акима Караганинской области с просьбой о возможности провести неплавную проверку всех промышленных предприятий, кто имеет отношение к выбросу в атмосферу и очередную проверку. Письмо уже отправлено, на днях ждем ответ, когда все это придет. Естественно, по просьбе жителей мы постараемся включить, и общественных, и депутатов наших подключить. Инициативная группа намерена написать письмо на имя Парамжита Колона, руководителя металлургического комбината Арселор Миттл Тимиртау. К Антонине Качуевой присоединяются неравнодушные тимиртаусцы. Они хотят добиться положительных результатов. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова